Реконструкция стадиона Льдинка в Мурманске может завершиться уже в будущем году. Сейчас в одном из самых больших и доступных для населения спортивных комплексов полным ходом идет создание корпуса для хоккеистов, у которых наконец появится достойный тренажерный зал и душевые. О настоящем и будущем Льдинке наш сюжет. Мурманский стадион Льдинка известен прежде всего своей открытостью. Несмотря на высокий забор, окружающий комплекс, сюда может прийти любой желающий. Это одно из немногих мест в городе, где зимой до 10 часов вечера горит освещение и можно свободно, а главное бесплатно, рассекать на коньках. Что касается дальнейшего развития этого спортивного объекта, ну это, во-первых, зависит прежде всего от администрации этого комплекса, то есть детской спортивной школы номер 6. Она основной у нас заказчик, ну в лице естественного комитета по образованию администрации города Мурманска. И вот при рассмотрении бюджета уже на следующий год, естественно, вот эта заявка будет рассматриваться. Но фонари света, которых хватает для массового катания, давно не устраивают спортсменов. Гонять мяч в сумраке им придется до следующего года. А вот долгожданный корпус с тренажерным залом, раздевалками и душевыми обещают закончить к середине сентября. Все вопросы связаны с вентиляцией, с освещением, все решены. Есть специальная, значит, часть здания, которая, так скажем, реабилитационная. То есть здесь у доктора замечательный будет у нас кабинет. Значит, есть у нас душевые, есть сауна, опять же, не для коммерческого использования, а именно для реабилитации спортсменов. На пустыре в Первомайском районе полноценный стадион появился еще в советские времена, благодаря стараниям известного в Мурманске тренера Виктора Шевченко. Но даже при нем такого благоустройства здесь не было. Совсем недавно на площадке установили уличные тренажеры и турники. На очереди футбольное покрытие. Такая задумка у меня есть, как депутата городского совета, директора школы, установить памятную доску, то, с чего начал Виктор Геручик Шевченко, легендарному мурманчанину. Мы надеемся, что в скором времени мы придем и здесь примем работу уже благоустроенной. Появится детский смех, игры и будет еще один оазис спорта. Реконструкцию комплекса едва ли можно назвать завершенной. Не хватает общественного гардероба и туалетов. Переодеваться любителям коньков приходится на скамейках рядом с Феткой-Бытовкой, которые в будущем как раз планируют приспособить под эти нужды. Стадион на реконструкции. Здания нет. Вот и это здание, оно непригодно для этого. И поэтому мы выставили, что могли, мы выставили скамеечки, мы поставили урны. Да, я согласна, это не очень удобно. Но мы надеемся, в этом году у нас будет все хорошо. Радует и то, что качество льда на стадионе станет еще лучше. Теперь комплекс имеет собственную систему водоснабжения, независимую от живых домов по соседству. К тому же в прошлом году спортивная школа номер 6 купила две заливочные машины. Остается ждать от хоккеистов, занимающихся на поле, больших достижений. Продолжение следует...